Инесса Бибикова на выставку «Раздачу животных» друг человека пришла осознанно за собакой. Ее сын вырос, стал жить отдельно и забрал общую собаку с собой. Поэтому Инесса решила обзавестись собственным псом, чтобы справиться с одиночеством. Во-первых, я хочу собаку, у меня была, и теперь я опять хочу. Во-вторых, это дрессирует меня. Это какие-то обязательства по дому лишние. Хочу, хочу друга. Я даже не объясню вам, чем понравился. Такой маленький, такой забитенький, в углу. Выставка животных друг человека прошла в Самаре уже в 12-й раз. В этом году на ней было представлено около 250 кошек и 200 собак, а также грызуны и черепахи из шести самарских приютов. По словам организаторов, обычно за два дня работы выставки домой уезжают от 50 до 70 питомцев. Наибольшим спросом пользуются кошки и грызуны. Все они привиты и обработаны, и отдаются новым владельцам бесплатно. Что еще меня больше радует, что посетителей становится больше. Выставка еще не успела открыться, мы стояли в очереди, чтобы снять верхнюю одежду. Это говорит еще раз о том, что такие добрые поступки, добрые дела все больше посвящают людей. Все больше людей становится добрее, теплее по отношению к себе и к своим близким, к братьям меньшим нашим. В этом году на выставке были размещены фотографии детей с собаками. В фотосессии участвовали породистые животные, и это было сделано не случайно. Породистая собака – это не история про дом. Это одно из заблуждений современности в том, что породистые собаки домашние, а беспородные – бездомные. На самом деле очень часто бывает совершенно иначе, потому что люди заводят породистых животных, не углубляясь в их функционал, истинную их функцию, истинные их потребности. И породистые животные очень часто сейчас оказываются бездомными. Для юных посетителей выставки проводили интеллектуальные конкурсы, работала детская мастерская. Виктория Шарая, Виталий Рылеев, Игорь Казановский. События.